Ре! Весь этерс Ирте! Салатки, хлопья, йогурты, лимонады. Всё, что так любят дети. Вкусно, но не полезно. Самая большая опасность — сахар. Это у нас наглядные материалы из того, что у нас дети едят. На противоположной стороне — помидоры, огурцы, паприка. Сегодня в меню здорового питания — запечённая курица с овощным салатом, а на десерт — творог с ягодами. В детской больнице открылась специальная кухня. Теперь детей с лишним весом и их родители учат правильно питаться не только теоретически, но и практически. Это дети около 12-13 лет, потому как тогда в этот возраст уже очевидно есть проблемы, потому что в целом лишний вес начинает появляться у детей в возрасте 6-7. До этого ещё это не кажется так актуальным. Родители думают, что перерастёт. И когда уже начинается такой пубертатный период, тогда родители принимают эту проблему и понимают, что с ней нужно бороться. Занятие начинается. Родители просят лица детей не снимать. Тема больная, проблема деликатная. Опасаются, что одноклассники начнут издеваться. Дети достают телефон и отчитываются. Было дано домашнее задание — фотографируют всё, что они ели вчера. На завтрак я ел кашу, а потом хлопья с молоком. Диетолог подводит итог. Если мы съедим 50 граммов хлопьев, и мне кажется, что примерно столько в мисочке и было, то получим 4 чайных ложки сахара, то есть максимальную дневную норму. А между тем статистика говорит, что число детей с проблемами ожирения неуклонно растёт. В 2014 году у каждого третьего мальчика в возрасте 11 лет имелся лишний вес. Девочки с этой проблемой сталкиваются реже. Чаще всего избыточный вес встречается у подростков 11 и 13 лет. Возможно, недостаток времени самих родителей, недостаточное внимания. Возможно, они пошли по лёгкому пути. Когда у ребёнка уже началась такая тенденция к лишнему весу, они решили отменить физические нагрузки. Принять родителям, что с этим нужно бороться, и с этим нужно бороться очень серьёзно, вот это, скорее, самое тяжёлое. Может, ребёнок больше послушать чужого человека, чем постоянно родители. Учат, учат, родители всё время учат. И они, может, считают, что это не совсем правильно. Занятия в школе здорового питания проходят раз в неделю. За раз в них принимает участие четыре семьи. Попасть сюда можно лишь по направлению врача. Длина Хадулина, Валтер Зелш, Латвийское телевидение.